ну вот дорогие друзья мы наконец добрались до контрастной гармонии видите за окном уже темным темно но это я тут мотался искал синюю какую-нибудь бутылочку потому что я хотел синий красный и желтый взять вот эти цвета контрастная и мне хотелось сделать такой натюрморт синяя бутылка с яблоками и с лимоном ну яблоки и лимон я быстро нашел а за бутылкой пришлось побегать но и так и не нашел то что надо то ли маленькая то ли вот такая здорово в итоге купил бутылку вина налил туда синей жидкости не скажу какой уж догадались конечно это опять это опять моющие средства но у них такие цвета раз хорош такие яркие контрастные но чем рассказывать давайте я вам поближе покажу ну вот такой натюрмортик я соорудил одна бутылка две лимонника три красных яблочко синяя бутылка но синий не удалось добыть пришлось доливать туда жидкости вы наверно уже догадываетесь какая жидкость там ну другой не было и так я постелил здесь вот этот парочку ламината а сзади поставил фончик теперь давайте посмотрим как выглядит построение то есть вы видите центр три яблока две одна бутылка и два лимончик все по числам гармонии и по контрастной гармонии триада сзади я поставил коричневый фон и здесь расположил на уже знакомых вам досках идея была такова мне нужно было синий отделить от коричневого они почти слепались естественно и поэтому вот эта вспышка дает туда ореол и отделяет бутылочку от фона напрямую я не хотел светить потому что бутылка есть бутылка и в ней отражается все наши софтбокс и поэтому я свобод сделал так сказать indirect то есть не прямо а вот с помощью вот этого блока как отражателя я осветил яблоки до нужны мне используя это а лимон я не хотел освещать я хотел чтобы он так немножечко в тени остался и поэтому вот черненькая здесь тряпочка действует только вот эта часть а то наоборот затемняется так и последнее это вот это вспышка давайте она освещает весь на тюрьму так здесь 1 8 на фон идет 1 16 и на отражатель идет тоже 1 8 ну давайте нажмем кнопочку да и все ну что так с пол пинка получилось удивляться нечего все таки я на тюрьмортом и три года занимался да и естественно я немножко в этом понимаю то есть световую схему как сделать как построение сделать а если вы хотите посмотреть как я делаю настоящие из него уже нотирую под старину немножечко да хотя эти цвета не для старины но во всяком случае сделать фон более интересный я думаю не помешает поэтому тех кто кого это интересует я приглашаю фотошоп а вам покажу сразу картинку которую я сделал вот она ну а теперь с чувством выполненного долга я могу отправляться домой а реча пойдет гулять все добра пока вот наша картинка я ее скатерина я ее скатерил сейчас посмотрю возможно надо еще и горизонт потянуть да конечно так сейчас горизонте сделаем это теперь что нам надо сделать но во первых темновато да давайте мы сейчас я высветил чуть-чуть ну только немножко вот так больше нам не надо хорошо далее уберем вот этот блик оставим только вот этот просто кидаем на фон он ровный возьмет то что нам нужно здесь эти отражения лимонов нам тоже как бы не особо нужны поэтому вот таким образом пройдем дальше уберем эту пену было всеми бутылки не пришлось бы возиться контроле я возьму сейчас пажаще и просто вот так и уберу так и все так вот этот большой возьмем размазывающий палец и сделаем затемнение слишком большое берем не надо нам слишком много так достаточно пару пятнышек но продано будет хорошо теперь мы с вами пойдем сразу же в фильтр вниз то по здесь я поставил и И по бутылочке пройдём сейчас, вот так, раз. А, забыл, извините, надо сделать ещё один, чтобы остальных не затронуло. Потому что топаз хорошая штука, но он же и сравнивает всё. Ещё вдобавок, влияет на резкость, конечно, хотя я тут и говорю, что редуцировать, добавить своих этих, окей. Теперь, когда мы это сделали, аппаран осталось посмотреть, нужно ли нам ещё. Можем чуть-чуть синий вытянуть ещё маленько. Ctrl и маску делаем чёрную, и по синенькой ещё пройдём маленечко. Контрастов хочется, чтобы были контрасты. Так, тут я возьму вот две такие текстурки. Я их нашёл в интернете. Поищите там всяких полно. Но берите background и... Ну, как же написано? Art background или ещё что-нибудь, и найдёте. Так, ставим сюда. Разложу всё. И теперь на всё. Далее начинаем искать подходящий размерчик. Пока вставляем так. И берём ещё вот этот. И идём сюда, и тоже сюда поставляли. И тоже ещё мы вам какой-нибудь подходящий. Вот, допустим, вот такой же. Хорошо. Ну, темновато. Ладно. Где-то вот так. Мягкий свет. Мягкий свет вполне нам подойдёт. Так. Мы скопируем этот. А этот возьмём вот так. Готово. Всё. И теперь непрозрачность мы можем уже делать так, как мы хотим. Допустим, вот так. Я считаю, ровно вмешиваем довольно-таки. Так. Хорошо. Делаем маску. С яблок убираем это. Нам на яблоках это совсем не нужно. Так. И на лимоне тоже убираем. На бутылке можно тоже. Смотрим. Вроде бы, как и ничего. Но. Вот это место я бы ещё потемнел. Ну-ка. То есть, я сейчас тоже беру. Немножко тёмное дело. Вот так. Так вот сюда. И здесь инструмент градиент белый. Начинаю отсюда. Так. А, чёрный нам нужно, извиняюсь. Так, непрозрачный добавим. Вот так оно будет симпатичней. Соединяем. Смотрим, где что у нас. Так. Ещё раз отрезаем. Вырезаем так, как нам нужно. И смотрим ещё. Можно ли нам подсвечивать. Ну, чуть-чуть, если только что. Чуть-чуть. Готово. Натюрморт, как натюрморт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.